Субтитры создавал DimaTorzok Привет, друзья! Привет вам, уважаемые подписчики! Привет вам на канале Диктор Делает! Я в Дагестане, но в Дагестане я не один. Со мной мой друг, известный московский шеф-повар Дима Кондрашин. Привет! И у нас одна единственная цель. Мы хотим понять, что же такое дагестанская баранина. А для этого надо ее попробовать. Всего в нескольких километрах Грозный, но нам надо, ребята, вот сюда. Ботли, это наша точка. Бескрайнее море баранов, братцы. Вот они, сокровища Ботлиха. Друзья, обратите внимание, шеф-повар залез на орех. В форме. Что ты там ищешь? Дим, что ты там ищешь? Я орехи собираю. Вот он. Какой хороший. Рубнитесь. Да. Орехи – это самый главный ингредиент того блюда, которое я вам сейчас покажу. Наступило время выбрать баранину. Это тушинская баранина, сортная. Порода называется тушинская порода. Это одна из лучших в мире пород. Вот начинается та самая легендарная ботлихская баранина, дагестанская. Вот с этим мы сегодня и будем работать. Итак, друзья, наступило время все объяснить. Мы в Дагестане, мы в селе Ботлих, и мы здесь с единственной целью разобраться, что же такое та самая знаменитая дагестанская баранина. На аварском то блюдо, которое мы сегодня будем вам показывать, называется чаклубо. Это баранья ножка, но остальное расскажет Дима. Баранья нога фаршированная сыром, зеленью и орехами. Удалю кость, сделаю фарш из сыра, зелени, орехов. Соль, перец, естественно. И мы все это поместим в баранью ногу. Зафаршируем ее и запечем в гриле. Я убираю лишний жир, он нам не понадобится. Друзья, пока Дима разделывает эту ножку, я хочу вам показать, что находится вокруг нас. С левой стороны вот такой, ну, пускай искусственный водопадик. Это приятно, вода течет и расслабляет. Там далеко вы видите, вон там горы. Здесь, вот прям над вывеской ресторана Эверест, там тоже горы. Вот здесь такой прекрасный навес, а вот здесь шеф-повар Дима уже начинает удалять лишний жир с этой бараньей ноги. Следующий этап – это вытащить кость. Вот эту берцовую кость. Сейчас буду эту ногу раскраивать, раскрывать, мясо срезать, подрезки делать, чтобы получить тонкую пластинку. Отстучу ножом, без молотка, просто мне чуть-чуть нужно выровнять, так скажем, этот слой. Пыльной стороной ножа. Солим, перчим. Заворачиваем и оставляем. А теперь мы приступаем к фаршу. Для него первонаперво понадобятся орехи. Те самые орехи, за которыми мы лазили на дерево. Свеженькие. Эти орехи молодые, молочные, мы порежем. Мелко порежем, порубим. Обратите внимание, шеф-повар не использует какие-то специальные технические приспособления в виде миксеров и так далее. Он все делает с ножом. Ну а теперь сыр. Вот такая брынза. Обалденная из коровьего молока. Ароматная. Это брынза? Да. Ребята, обратите внимание, какая текстура этого сыра. У него внутри очень много воздуха, но он имеет стойкий такой коровий вкус. Из коровьего молока, хорошего, свежего. Великолепный сыр. Сыр мешаем с орешками. Следующий ингредиент зелень. Мы его просто нарезаем мелко. Многие из вас могут спросить, а что за звук такой на заднем плане? Это звук воды. Я не знаю, как вам, ребята, но меня этот звук расслабляет и умиротворяет. А теперь чеснок. Сыр, огромный. Да. Вот так выглядит ботлигский чеснок. В Дагестане весь чеснок вот такой, ребята. Это как камень. Свежайший, твердый и очень ароматный. Хочу заметить, друзья, что готовка – это определенно очень счастливый момент жизни. По той простой причине, что сейчас здесь днем около 30, а вот ранним утром где-то 20-22 градуса. А в Москве идет дождь. Середина сентября. В Дагестане, между прочим, самый сезон. А Дима тем временем подошел к моменту фарширования прекрасной ноги. Да, сейчас мы эту котлету по-боткельски зафаршируем. А в чем фишка этого блюда? В том, что травы выпарят какой-то сок в баранье. И сыр расплавится? И сыр подплавится, но не сильно подплавится, потому что это брынза. Она как бы не предпособлена для плавления. Но вся вот эта вот смесь – это же очень вкусно. Сыр, орехи, зелень и баранина – все вместе. И это будет такой, как рулет, еще и запеченный на гриле. В специальном тесте из кукурузной муки. То, которое используется для приготовления хинкалов. Ребята, не путайте с хинкалей грузинской. Здесь свои хинкалы. Фарш теперь нужно заколоть. Для этого я использую вот такие шпажки. Прям шпажками? Да, прям шпажками деревянными. Мы это дело закалываем. Сверху немножко смажем маслом. Немножко, чтобы вот это мясо кольернулось хорошо. Друзья, наступило время разжечь мангал. И я думаю, что у нашего шеф-повара Димы, для тех людей, которые критиковали его способ розжига совсем недавно, есть небольшое заявление. Ну вот, бровишки. А что это за дрова у вас такие, Дима? Ну, короче, если без вот этих вот вариантов всех, это орех. И здесь в Дагестане есть орех. Это не Москва, где-то поля одни. Здесь можно взять ореховые вот такие вот веточки. И все их прекрасно сжечь. И сделать себе классные, ароматные, те самые угли, о которых мечтают все наши подписчики. Да, и те самые подписчики, которые так жестко критиковали, когда мы использовали обычный уголь в московских условиях. Ребята, мы в Дагестане, в Ботлике. И здесь мы разжигаем ореховые веточки. Пока горит огонь в нашем мангале, и мы ждем угли, я хочу спросить у самого главного человека в этом месте, у хозяина ресторана, в котором мы гости, что такое баранина из Дагестана? Ну, я что могу сказать, что это лучшая баранинка, да, я даже не побоюсь этого слова в мире. Ну, не все разбираются баранина. Дагестанская баранина, она как бы идет бренд всей России. Но не все разбираются, на самом деле это баранина дагестанская или нет. А дагестанская баранина, это, во-первых, это курдючная порода. То, что нельзя вырастить ни в калмыцких степях, ни в других местах, это курдюк. Во-вторых, сама порода, да, это тушинская порода, она уникальна на самом деле. Во время приготовления мяса, во-первых, она идет белым жирком, это раз. Повторится, мы ее используем в своем ресторане, именно это мясо для шашлыков, это ничем не сравнимо. А как вы считаете, вот в России знают дагестанскую баранину? Наслышанно, но не все разбираются просто в этом. А как отличить вот тушу баранины? Правильно от неправильных? Даже на рынке Магачкале продают не всю дагестанскую баранину, честно сказать, почему люди не разбираются? В основном, после этого, ну, как отличить, я опять-таки говорю, тушинская порода, она короткая сама по себе, толстая шея, ну, есть параметры. В последнее время вообще перестали есть баранины, из-за чего это, потому что запах баранины присутствует. Ну, мы стараемся это все изучить, подать людям, что это, на самом деле, самое полезное вкусное мясо, да, это баранина. Что такое жир баранины? Если мы пользуемся бараниной, там, до 8-9 месяцев, это ягненок практически, абсолютно безвредно, и даже она считается, кум-тюк вообще считается полезным, да, без холестерина, без ничего. А от чего бывает запах у баранины? Ну, это, во-первых, от хорн, и где она содержится, в каких местах. Это очень много значит. Многие люди знают, что существует баранина с запахом и без запаха. Кто-то не любит баранину из-за того, что есть запах. У дагестанской баранины нет никакого запаха. Почему? Ну, еще в социалистическое время наши ученые вывели такую вещь. В Дагестане вообще идет перегон баранины. Зимой они катаются на низместе, а летом именно в альпийских лугах. И все это, они кушают самую лучшую, вкусную, сочную траву. Выгул и мацон. То есть горная вода, реки горные, водники и сухой климат. Баранину ножку жирной, мясной стороной вниз, там, где заворачивали, наверх, чтобы не вытекла начинка. Все кладем сюда. Пока баранинога жарится там в гриле, мы замесим специальное тесто из кукурузной муки для того, чтобы обмазать эту баранину. Тесто, как на хинкал, кипяток. Так, обратите внимание на чайничек, братцы. Никто не готовился к съемке, они такими чайниками здесь правда пользуются. Так, ну что, проверяем, как она у нас тут. Поджарилась. Поджарилась вообще отлично. Ну вот, и с этой стороны тоже. Смотри. Хорошо. Вот он и жирок. И сейчас мы его обмажем этим тестом. У нас тут, похоже, начались скульптурные работы. Дима выступает в роли такого родена. И ставим его дальше запекаться. Так, ну что, вот она, наша котлета. Готова. Готова. Готова, готова, доставай. Запеклась. Вот так. Красота. Да, да. Хорошо выглядит. Так. Смотрите, что внутри. Вот они, прекрасные орешки. Вот наша трава. Вот он, сыр. Сыр не расплавился. Это брынза, он не плавится. Это брынза, которая не плавится. Братцы, нужно пробовать. Вот так выглядит эта баранинка. Вот она, братцы. Нежная, настоящая. Я хочу растянуть этот момент. Почувствуйте этот вкус, братцы. Мне, конечно, сложно передать вам вкус настоящей дагестанской баранины, но поверьте, это безумно вкусно. Если вдруг вы решите приготовить любое блюдо из баранины, попробуйте поискать дагестанскую баранину. Настоящую, без запаха, самую вкусную. А теперь непременно вот эту штучку. О, а это начинка. Брынза, орешки, трава. Слушай, он просто гений. Это самое правильное сочетание для бараньей ножки, ребята. Дима, спасибо. На здоровье. Спасибо этому прекрасному небу. Спасибо этим прекрасным людям, которые стоят здесь рядышком, смотрят и переживают за нас. Как у нас получится? Спасибо, Дагестан. Спокойно веков дагестанцы кушали мясо руками. Мы... И решил не нарушать. Да, решили не нарушать. Давай, давай, угощайся. Ребята, подтягивайтесь, пробуйте. Пробуйте, пробуйте, братцы. Ну как? А запевать эту баранью ножку будем абрикосовым компотом. Вот такой дагестанский компот. Вот ничего лишнего. Просто хороший, настоящий, нежно охлажденный компот из абрикосов. Вот такая баранья ножка из дагестанской баранины. В компании приятных людей, очень хорошо настроенных. На готовку, на эту природу, на тебя, как гостя. Это счастье. Спасибо вам, что смотрели. Мы продолжаем праздновать жизнь и пробовать эту ножку. А вы ждите следующий выпуск, который выйдет совсем скоро. Мы расскажем вам о новом блюде отсюда, из божественного Дагестана. Спасибо, что были с нами. Увидимся скоро. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok